Иисус, спасибо! За всё спасибо! Родной, спасибо! 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 Слава Богу! Слава Иисусу Христу! Нашему Спасителю! Господу! Богу Всемогущему! Хвала! Приветствую всех вас, братья и сёстры! Доброе утро всем! Начинаю, да, уже начинает пора, как раз по времени, трансляцию с утренней молитвы из Киева. Здесь, в нашей Киевской архиепископии, молюсь сегодня, благоставляю Бога, благодарю, читаю Слово Божье. И вместе с вами, вот, хочу разделить эту радость общения с Господом в хлебопреломлении. О, спасибо Господу за всё! Спасибо Богу! Да, мне сегодня, вот, рано-ранёхонько, ещё засветло. Вот, написала дочка, что родила. Так что, я сегодня второй раз дедом стал. И, ну, как бы уже, получается, вчера ещё, ну, как бы вот так, в ночь. Да, вчера, получается, да. Вот, и сегодня ночью уже, ну, часа в три где-то, так, в четыре, по заранку. Вот сообщение пришло, что, вот, да, благополучно всё, слава Богу. Вот, и девочка родилась, да. Слава Богу! Так что, у нас внук есть, ему уже третий год уже, уже такой хлопец, да, гарный. Вот, и, значит, и теперь уже и девчонка есть. Сегодня есть уже и девочка, слава Богу, внучка. Внучок и внучка. Ой, и я, конечно, очень Богу благодарен вообще. Вот, вот, как получил известие это, так вот, прям вот, да, только вот ближе к эфиру уже как-то немного так вот пришёл немного в себя. Вот, и просто благодарю Бога, просто восхваляю Его и благодарю за всё, за всё. За жизнь, за дыхание жизни, вот, и каждый рождённый ребёнок, да, каждая пришедшая душа в этот мир от Бога, это действительно, это ещё одно свидетельство, каждый раз это свидетельство Божьей любви, свидетельство того, что Бог не махнул рукой на этот мир, свидетельство того, что время идёт, и что души приходят от Бога, и каждый раз от Всевышнего Бога шанс. И девочка, родившаяся внучка, она самая счастливая, самая прекрасная, здоровая, красивая, счастливая в Боге, верная, святая душа. Вот, и наши дети свято написано. Ну, и, понятно, дети детей, да, святые, потому что молимся, благоставляем, слава Богу, Инна, да, Серёж Настя родила, слава Богу, Аллилуйя, Аллилуйя, да. Благодарю Бога, вот, за супругу мою, Инну Сергеевну, благодарю Бога за наших детишек, нам Бог дал родить шестерых, вот, хотя это не так много, как вот, ну, как благоставение, если добрать, но, вот, но по нынешней жизни это считается многодетной семья, вот, ну, вообще, как бы это, так, хорошо, шестерых детей, вот, вот, и Бог дал нам уже двоих внуков, слава Богу, вот, верю, что Господь даст множество внуков, вот, десятки, десятки внуков, сотни правнуков, сотни и сотни правнуков, да, и внуков, и правнуков. И самое главное, чтобы, вот, молюсь о том, чтобы в их сердцах, в каждом сердечке, пришедшем в этот мир, чтобы была вот эта Божья благодать, милость, любовь, и чтобы каждое сердечко, пришедшее в этот мир, каждая душа, пришедшая в этот мир, действительно соприкасалась со Всевышним Богом, с Его любовью, с Его сердечком, любящим сердцем нашего любимого Папы, Папочки Небесного, Аввы, Аллилуйя. И чтобы каждое сердечко, пришедшее в этот мир, каждая душа, пришедшая в этот мир, наполнялась им Божьей любовью, пропитывалась этой Божьей любовью. И пусть имя Иисуса Христа воссияет в каждом сердце, в каждой душе. Пусть каждая, говорю, сердечко, да, каждая душа, пришедшая в этот мир, Иисуса в своем сердце, все больше и больше, все слаще и слаще, заполняет, преисполняет, и пусть вот эта вода живая, которая приходит в нашу судьбу, каждому верующему, она в нас действительно делается источником воды, текущей в жизнь вечную. Пусть уйдет в прошлое жаждущее и голодное христианство. Пусть христианство истинное, евангельское, живое, христово христианство, которое не жаждет, которое не голодает, которое источает, преисточает, которое в благословении. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Святой. И благодарю Бога Всемогущего сегодня за причастие тела и крови Христа. И сегодня я далеко от моих детей, жены, внуков, физически так вот, но для Бога Всемогущего нет вот этих пространственных временных измерений. Ничто его не остановит. Ни время, ни пространство. Ничто абсолютно. Никакая плоть. Никакое творение. Не может нас отлучить от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашим. Ни настоящее, ни будущее. Ни ангелы. Ничто, ничто. Никакая тварь. Ни одно из творений Всевышнего не способно, просто чисто физически, вообще, естественно, оно не способно отлучить нас от любви Божьей. Просто в этом, ну, оно не для того создавалось, и вообще, как бы, Бог создавал все это, весь этот мир, видимый, невидимый, и это временное измерение, и пространство, и все, время, не для того, чтобы отделять себя от кого-то, и от чего-то, нет. Наоборот, чтобы являть себя. Поэтому, все творение, и настоящее, и будущее, все-все-все, все творение, и ангелы, все-все-все, оно лишь способно, на самом деле, раскрывать Всевышнего Бога, Его Святую Любовь. Благодарю Бога за жизнь, и принимая сегодня причастие, я благодарю Бога за вот эти первые часы жизни моей внучки. Благодарю Бога за эти первые часы ее жизни, ее дыхание, ее жизни, ее сущности, ее бытия. мне вот 50 по летоисчислению вот этому, да, временному пространству, временному измерению ей, этой душе, сейчас пришедшей, моей внучке, в этот мир, всего лишь несколько часов. Но, с позиции вечности, и ее душа, и моя душа, и душа любого, на этой земле, пред создателем, едины. И только лишь во временном измерении мы, да, мы растем, развиваемся, да, вначале это просто одна клеточка, всего лишь, потом она делится, потом деление продолжается с невероятной скоростью, и потрясающе, как написано в Библии, ты создал меня в утробе, руки твои создали меня, да, и когда я был скрыт в утробе матери моей. В Библии очень много интересного говорится, и у Давида, и у Псалмах, и, значит, у Еремии, когда он был еще молод, там было сказано, да, что Бог говорит к нему, прежде чем я образовал тебя в утробе твоей матери, я, говорит, познал тебя. И прежде чем ты вышел из утробы матери, я, говорит, осветил тебя, пророком для народов поставил тебя. Удивительно. Прежде чем Бог начал нас лепить, создавать в утробах наших матерей, да, чисто физиологически, физически, мы были лишь одной клеточкой, начавшейся делиться. Есть фильмы такие, учебные, популярные, очень, вот, рекомендую посмотреть тайну божественного вот этого бытия, значит, в творение своем, раскрываемого, очень хорошо видна. И благодарю Бога, действительно, за жизнь. И там показано, как мы делимся. То есть, раньше об этом, ну, люди лишь так догадывались, имели какие-то откровения, но сегодня мы уже доподлинно знаем, как Господь создает нас внутри наших матерей. Удивительное таинство. Слава Богу! Благодарю Бога Всемогущего. И Иеремия, Иеремияху, да, когда он был еще лишь вот этими клеточками, делившимися, казалось бы, только развивающимися, но в каждой клеточке вся информация была уже об этом человеке, Иеремияху, Иеремии, пророка. И каждый из нас, когда мы были еще такими маленькими клеточками, только еще лишь под электронным микроскопом можно было нас разглядеть в физическом мире, потому что наш глаз не способен даже увидеть все это, тем более это все в утробе, в матери, в тайне. И это не разглядишь. Сейчас это с помощью современных уже исследований можно это разглядеть, а тогда, но тогда уже было сказано тысячелетия назад, что руки Бога нас сотворяли внутри наших матерей. И прежде чем мы вышли, чем он создал нас, даже прежде, прежде, даже прежде того, если отмотать еще назад, еще до того, как зачатие наше вообще произошло, еще до того, до того, еще до того, как наши отцы захотели наших матерей, еще до того, как наши матери приняли семя наших мужей, значит, моя мама приняла семя моего папы, значит, и образовалась, жизнь появилась еще до того, до того, как родилась моя мама, мой папа, до того, как родились их родители, до создания всего этого мира, Бог всемогущий, живой всемогущий Бог, Он любил нас своей вечной любовью, и мы рождены любовью, и пришли от любви, и уходим к любви Божьей, спасибо Господу за все, прежде чем, да, Бог сказал так Еремия, я образовал тебя в утробе твоей матери, я познал тебя, познал полностью, не просто Он догадывался, кто мы, не просто Он узнавал нас, знакомился с нами где-то в вечности, нет, Он познал нас, совершенно, совершенно, мы в земном своем бытии, я за 50 лет своей жизни себя узнаю, понемногу, да, познаю, и, знаете ли, удивляюсь, но, знаете ли, Бог знал меня и познал меня, прежде вообще всего, прежде, и Он знает меня так, как никто не знает, и я сам себя так не знаю, как Он меня знает, и Он меня любит, и любит себя, каждого из нас, и Он доказал свою любовь, 2000 лет назад на Голговском кресте, отдав душу свою за нас, жизнь свою положив за нас, единородного Сына Своего отдав, Иисуса Христа, праведника, на крест на Голгову, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную, ибо так возлюбил Бог этот мир. Спасибо, Господи, за все. Благословен Ты, Царь Вселенной, Благословен Бог наш, Всегда, ныне, присно, Во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, Слава Тебе, Царю небесный, Утешителю, Дух истины, Ты, что везде пребываешь И все собою наполняешь Сокровищница благ И жизни подателю Ты пришел И вселился в нас И очистил нас от всякой скверны И Ты спас благой Души наши Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, Хвала Тебе И слава, И честь, И прежде чем Ты вышел из утроба Твоей Матери, Бог Осветил Тебя, Бог призвал Тебя, Божественное призвание В нашей жизни Еще прежде нашего Рождения Свершается Иоанн, Когда еще был В утробе Матери Елизаветы, Когда Мария, Матерь нашего Спасителя Господа Иисуса Она только забеременела И она пришла В дом Елизаветы, Тети своей Родной, То в утробе Елизаветы Иоанн Возликовал, Прославлял Бога И радовался, Славил Господа Писание Писание говорит Удивительно Что дети Могут Славить Бога Еще В утробах Матерей Еще Находясь Внутри Матери Под сердцем Ее Может славить Бога Благодарить Бога За все И потому Очень правильно Делал Благочестивые Матери Христианские Матери Многие Знаю Благоставляют Детей своих Еще В утробах Своих Благоставляют Детей своих Слава Господу Богу Святому Благодарю Тебя Господь За все Благоставляю Великое Имя Твое И из Ивангелия Иоанна В начале Было Слово Вот Сначале Слова Его Бытие В начале Он Все Через Него Начало быть Все Он Он И только Он Сам Иисус Иисус Христос Ишуа Машех Он Есть Действительно Прежний Бытия Он Есть Тот Ради Кого Все Сотворено Было И для Кого И Кому Все Вернется И Возвратится Действительно Возвращая Уже Возвращается Пред Ним Всякое колено Склонится Небесных Земных И Преисподних Абсолютно Все Спасибо тебе Господь Благословен Господь Небесное Преклонилось Благословен Земное Земное Так Как Благословен 50 Но Преклониться Обязательно Все Всякое колено Земное Преисподнее Пока Нет Но Все Склоняется На самом деле Все склоняется Пред Господом И мы видим Это На примерах Изгнания Освобождения Бесов От бесов Человека Когда Во имя Иисуса Христа Запрещаем Дьяволу Запрещаем Бесам И они покидают людей И люди исцеляются Освобождаются Удивительно Наблюдать Это все Каждый раз Сколько лет Практикую Вот В силе Духа Святаго Изгоняя бесов Вот Но К этому привыкнуть Невозможно Это каждый раз Просто восхищает Удивляет И Наполняет Сердце Благодарностью К Богу Который Действительно Великий Господь Господствующих Бог Богов Спасибо тебе Господь Слава 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 Агнцу Божьему Слава Слава Агнцу Божьему Возвеличен Возвеличен Достоин Славы Всей Велик Наш Бог На троне Поем Тебе Хвалу Из сердца Своего Велик Велик Слава 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 Агнцу Божьему Иисусу Христу Хвала Аллилуйя Аллилуйя Благодарю тебя Господи За жизнь Благодарю тебя За победу Твою И всякое колено земное Преклоняется Это возможно Стало Через кровь Иисуса Христа Спасение наше Наше Преклонение Пред Богом Живым Наше поклонение В духе В истине Наша Жизнь Новая Жизнь Вечная Жизнь Еще на этой земле Божья Святая Жизнь Новое Бытие Наше Возможным Через кровь Иисуса Христа Стало Аллилуйя Благодарю Бога Всемогущего За все Благодарю И благоставляю Его Аллилуйя Благословен Ты Бог Наш Царь Вселенный Благословен Владыка Наш Отец Наш Ава Отче Папочка Небесной Иегова О Бог Авраама Исаака Израиля Бог Патриархов И пророков Благословен Господь Налейте себе Сок Если нет Сока Возьмите Просто воды Возьмите себе Хлеба Самое главное Вот Размышляйте Сейчас Рассуждайте О теле Крови Христа И принимайте С верой В Иисуса Христа В Его Спасение Прощение Исцеление Освобождение Тело и кровь Его Причастие Спасибо Спасибо Господи Спасибо Спасибо Тебе Господи Спасибо За верность И отцовскую Любовь За то, что Ты Единственного Сына Пролил Святую Праведную Кровь За то, что Ты Единственного Сына Пролил Святую Праведную Кровь Аллилуйя Он был Годим Для нашего Прощения Был Видел Глаз Господь Господь Чтобы Знали Все Люди На Свете То, как Сильно Нас Любит Господь Спасибо Тебе Две Тысячи лет Назад Там На Голговском Кресте Ты доказал Свою Любовь Ты доказал Серьезность Своих Намерений Ты доказал Истинность Своей Любви Ты доказал Истинность Спасения Нашему Спасибо Тебе Господь И Сегодня Боже Каждый Верующий Просто Действительно Не имеет Морального Права Мы не Имеем Верующий Морального Права Сомневаться В спасении Своем Потому что Слишком Великая Цена Была Заплачена Кровь Агнца Божьего Иисуса Христа Да и Кто Мы Такие Если Будем Сомневаться Да и Кто И Такой Если Буду Сомневаться После Этого В своем Спасении Нет Не буду Сомневаться Даже Одного Из Миллионов Процентов Не буду Допускать Сомнение Боже Прости Когда Боже Грешил Действительно Неверием Сомнением И допускал Сомнение В спасении Своем Боже Нет Без Сомнения Без Сомнения Ты Взял На себя Мои Грехи Немыщие Болезни Проклятия Боже Без Сомнения Абсолютно Верно Аллилуйя Слава Богу Привет От Внука Да И Внука И Внучку Благоставляю Прямо Сейчас Причастие Тоже И Антошке Дайте Причастие Всем Вот Домашним Принимайте Причастие Прямо Сейчас Во имя Господне Во имя Иисуса Христа Тело Христа Кровь Христа Аллилуйя Так что Дедушка Бабай Совершает Причастие Здесь В Киеве Антошка Слушай Внук Обращаюсь Сейчас Ну и Ко всем Домашним Возьмите Хлеба Очень Хороший Знак Вообще Хлеб Как раньше Пели Всему Голова Действительно Прекрасно А как Пахнет Вообще Замечательно Уже Не свежий Уже Четыре дня Прошло Но Он прям Так хорошо Пекут Здесь Как раз У чеченцев Брал и хлеб Потрясающе Пекут Что Даже Допустим Я оставлял Одну лепешку На Почти полторы Почти две недели Полторы Две недели И хоть бы что Никакой плесени Все Правда Она жесткая Стала Но Я завернул Распарил Она Опять нормально Стала Но Я говорю Никакой плесени Все прекрасное Запах Такой Потрясающий Вообще Молодцы Пекут Качественно Молодцы Вот И С удовольствием Вот Такие лепешки Беру я Здесь Вот Татар У чеченцев У таджиков Беру Здесь Разные Здесь на периметре Вот это Лисоваст Чернеевска Беру здесь Хлеб этот Но самое главное Даже когда не просто хлеб А вот Просто беру Сухарики Здесь у меня Доноски Сухарики У меня есть Прямо на подогоне Разложил я Тоже Прекрасно пахнет Но другой запах Совсем Это Русью пахнет Здесь Русский дух Здесь Русью пахнет Вот это Орловский хлеб Это вот Классика Это классика Хлебопечения Шедевр Шедевр Люблю Руженой хлеб Очень сильно А вот Из Таких Пшеничных хлебов Люблю Вот эти лепешки Очень люблю Обожаю просто И Иисус Он взял Образ Самый красивый Образ Который Так и возможен Хлеб Хлеб Просто можно нюхать Да бесконечно Просто не останавливаться Я Спасибо Господь Спасибо Я Просто очень благодарен Тебе Действительно За жизнь Твою Спасибо Жаль Видео Не передает Запахи Вот Это было бы Прекрасно Сейчас то Что вы Нюхали Плод виноградной лозы Взял Купил Здесь Виноградный сок Да Виноград Виноградный сок Это знак Плод виноградной лозы Это знак Божьего Процветания Божье обеспечение Хлеб Хлеб Вино Это знак Тела и крови Христа Это Скажу больше Это тело и кровь Иисуса Христа Принимаем причастие Рассуждая о теле крови Иисуса Христа Благочестиво рассуждая Не полуправда Не полуправдиво А истинно правдиво Рассуждая о теле крови Христа Каким образом Вот таким Что Иисус Христос Мой Господь Бог Спаситель Искупитель Целитель Освободитель Кровью Иисуса Христа Ранами святыми моего спасителя Я прощен Я совершенно спасен Потому как дар Божий во Христе Иисусе Господи нашим есть жизнь вечная Благодарю тебя за жизнь вечную Но также благодарю Что она не только в вечности начинается для меня Она началась для меня сейчас Здесь, на этой земле И она расширяет эту жизнь Она проявляется все больше и больше Это вечность во временном Жизнь христианина по-настоящему Это вечность во временном Измерение, временном измерении Проявление вечности Когда это происходит Это и есть христианство Настоящее, по-настоящему Не по названию просто, а по сути своей Христос в нас, упование славы Это и есть христианство Слава Богу, настоящее христианство Вот и Кровью Иисуса Христа Да, и телом его ломимом я не только прощен полностью, все, что было, есть, будет полностью прощен, абсолютно, в вечности спасен, но это еще, даже это уже, казалось бы, больше, чем достаточно для обывателя, это уже даже религиозного человека, гоморелигара, да, человека религиозного, это кажется несбыточной мечтой порой спасения, знаете ли, но для рожденного свыше человека это само собой, это еще не все даже, оказывается, а все в том, что даже в этой временной жизни вечность проявляется, и проявление вечности, о, для меня это исцеление, освобождение, благословение все, это есть действительно проявление вечности во временном измерении, спасибо тебе Господь за тело твои и кровь твои, я принимаю причастие как твой сын, как твое дитя, как спасенный человек, исцеленный, освобожденный, благословленный тобою, Тело и кровь Иисуса Христа, воспоминания великой жертвы, свершаются прямо сейчас. Аминь. Тело Христово примите. Источника бессмертия вкусите. Источник жизни вечной. Сам Иисус. Аминь. 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 Лехаем за жизнь. Аллилуйя. Потом доем хлеб. Выпий сок. Рассуждая о теле и крови Христа. И сегодня еще и кифы придет. Он попозже и вместе тоже порассудит. Рассуждаем, помолимся. Принимаем причастие. Спасибо тебе Господь за все. Благодарю тебя за жизнь. Благодарю, благодарю. За твою любовь благодарю. Достоин ты вечной хвалы. За твою любовь благодарю. За твою любовь благодарю. Мой Бог. Мой Бог. Достоин ты Иисус Христос. Вечной хвалы. За твою любовь благодарю. Тебя я вечно хвалю. Благодарю. Я тебя Господь мой люблю. Спасибо тебе Господь. Спасибо тебе Господь за хлебопреломление. За это таинство. За великое чудо, что ты живешь во мне, а я в тебе. За великое, это наше с тобой чудо. Эту тайну, которая уже два тысячелетия никому не является секретом, ни от кого не является секретом, но это тайна и остается по-прежнему, остается тайна и для нас, верующих, и таинством великим. Церкви Божьей. Спасибо тебе Господь. Так что, братья и сестры, дорогие друзья, погружаемся в Божью любовь, в океан Божьей любви, как там в песне поется, да? Океан Божьей любви, нет начала в нем и нет конца. Океан Божьей любви, безусловной любви, нет начала в нем и нет конца. Океан Божьей любви, безусловной любви, отца. Аллилуйя, аллилуйя. Спасибо тебе Господь за все. Благодарю тебя Божий всемогущий. Благодарю тебя Боже. Боже. Спасибо, спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо. Всех вас благоставляю, друзья. Братья, сестры, родные мои, дорогие мои. Благоставляю всех вас во имя Господне. Благоставляю наипадщик, конечно. Благоставляю свою старшую дочь, которая родила несколько часов назад, нашу внучку. Второй раз стал дедом. Слава Богу. Бабаеву теперь. Теперь архибабай. Слава Богу. Хотя в Украине баба это слово такое пугающее для многих. Но вообще-то по-нашему, по-татарски это означает дедушка. Дедушка. Поэтому моя дедовщина растет. Вот. И детство. Теперь, значит, второй раз стал дедушкой. Слава Богу. Благоставляю вас, благоставляю Настю, благоставляю внучку мою. Вот. И не знаю, как ее назовут дети, какое имя дадут ей. Вот. Но она родилась в месяце Адар. Вот. И, да, я буду называть ее Адар. Вот. Да. Кстати, вспоминали в начале месяца Адар. Вспоминали девочку. Одну, значит, молодую девушку, погибшую в Израиле. 19-летнюю героическую, такую еврейскую девушку. Адар Коэн. Ее звали Адар Коэн. Да. Ну и я буду называть свою внучку Адар. В честь месяца Адар этого, да. Благословенного месяца умножается радость наша. Спасибо тебе, Господь. Вот. И также буду называть ее Гадаса. Исфирь Гадаса. Гадаса – это имя Исфири. Настоящее ее, еврейское наше имя. Гадаса. Поэтому, да, значит, внучку. Я не знаю, как назовут ее дети. Какое имя там пропишут в паспорте. Но я буду называть ее Адар Гадаса. Все. Благословляю всех вас, дорогие друзья. Благословляю свою внучку Адар Гадасу. Благословляю всех вас во имя Господне. Благословляю Израиль. Благословляю Иерушалаем. Столицу возрожденного еврейского государства. Благословляю Татарстан. Весь татарский народ, разбросанный также по всему лицу земли. Да. Благословляю все народы нашей страдавшейся планеты. Благословляю Киев. Благословляю Украину. Благословляю украинский народ, который стал мне тоже родным, близким очень. За эти годы слава Богу. Благодарю Бога Всемогущего за все, что во Христе Иисусе мы одно. И Божья любовь на всех нас изливается Духом Святым Его. Аллилуйя. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя. Да призрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо свое на Тебя и даст Тебе мир. Благословляет Тебя Господь. Бешем Иешуа Ганашиах. Иешуа Машихейнум. Во имя Иисуса Христа Мессии. Бог Аврама и Исаака Израиля. Бог Патриархов и их пророков. Отец наш, сущий на небесах. Да святится имя Твое. Да придет Царство Твое. Да будет воля Твоя. Небесный мой Папочка, спасибо Тебе за все. Благодарю Тебя за жизнь. Благодарю Тебя за Адар Гадасу. Благодарю Тебя Господь за детей моих. За супругу мою. Благодарю Тебя за Божию жизнь. Благодарю Тебя и благоставляю великое имя Твое. Сегодняшним днем. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя.